Репатриация в Израиль. Консульская проверка. Не доверяйте ничему. Часть 1. Заходя в иностранное консульство, мы попадаем на территорию другого государства. Там внутри свои строгие правила и подчиняться им нужно беспрекословно. Это ведь все очень серьезно, не так ли? Не так. Расскажу вам немного о консульстве Израиля в Москве. На его официальном сайте есть перечень всех необходимых для консульской проверки документов и подробно рассказано, чего там можно, а чего нельзя. Отправляясь на встречу впервые, вы обычно заучиваете все написанное, как отче наш. И только попав внутрь, убеждаетесь, что все обстоит совсем не так, как было написано. Давайте по порядку. Во-первых, про документы. Все официальные лица скажут вам, что необходимы документы, подтверждающие ваше еврейство. Что это может быть? Ну скажем, ваше свидетельство о рождении, где ясно написано, что вы еврей. В этом случае, казалось бы, достаточно взять свой паспорт, это самое свидетельство и этим ограничиться. Логично? Логично, но неверно. Берите свои документы об образовании, берите копию трудовой книжки, берите военный билет, если он у вас есть, все документы жены или мужа, все документы детей. Как бы это ни было смешно, возьмите несколько фотографий вашей семьи за разные годы, чтобы подтвердить, что все это время вы реально были семьей. Лучше всего взять просто все свои документы, какие найдете. Да, это будет пухлая папка или даже портфель, но тем больше шансов пройти процедуру с первого раза. Хотя опыт показывает, что таких счастливчиков все равно не много. Если же у вас в свидетельстве о рождении значится другая национальность и вы всего лишь прослеживаете еврейство по линии ваших родителей, то тут вообще ничего не будет лишним. Документы о рождении каждого из родителей, свидетельство о смерти, если их уже нет в живых. Желательно? Очень желательно знать в точности место захоронения и в идеале иметь фото памятника с различимой надписью. Их паспорта, их дипломы и аттестаты, их трудовые книжки, их свидетельство о браках и разводах. Фото каждого родителя желательно вместе с вами. У родителей были братья и сестры. Полный комплект документов о них вам тоже понадобится. Не спрашивайте, никто не знает зачем, просто берите, если сможете раздобыть. Если еврейство подтверждено только у бабушки или деда, то прибавляйте еще по комплекту всего, что есть. Плюс вы же помните, надо на зубок выучить, где они были во время войны и чем занимались. Кто-то погиб на фронте? Пожалуйте документ. На каком именно? В каком году? В каком звании? Где похоронили? Кто-то был эвакуирован в тыл? Будьте любезны, куда переехали? Где работали? В какой должности? Серьезно, перед консульской проверкой я составил свое генеалогическое древо до таких предков, о существовании которых раньше и не подозревал. Думаете, мне это помогло? Я вам так скажу, все равно будьте готовы к тому, что вас завернут. Вот есть у вас к примеру свидетельство о рождении вашего дяди. Есть свидетельство о его смерти. Есть адрес, по которому тот проживал. Есть вся информация о его жене и детях. Но нет его аттестата зрелости. Утерян за давностью лет. Уже заодно это вас могут отправить назад. Обращайтесь в архивы и ищите недостающий документ. Если вы уверены, что ничего больше собрать не удастся, спорьте с консулом. Настаивайте на своем. Есть шанс, что он так и уступит. А что же там с правилами на территории консульства? Что там в реальности можно и чего нельзя? Об этом поговорим во второй части.